США приняли решение о возобновлении санкций против Минска ещё в апреле. Главной причиной для этого в Вашингтоне назвали нарушение прав человека в Беларуси. А инцидент с принудительной посадкой самолёта и задержанием белорусского журналиста Протасевича стал триггером, который лишь ускорил этот процесс, считают политологи. Это эффект событий конца мая этого года, инцидента с самолётом. Это то, что и европейцы, и американцы готовы двигаться дальше. И это качественно новый момент, потому что мы видим, что возвращение просто старых санкций уже считается недостаточным для ответа белорусскому режиму на то, что происходит как в стране, так и за её пределами. Речь идёт о возобновлении санкций в отношении ряда государственных промышленных и нефтяных предприятий, близких к Лукашенко. В том числе против компании «Нафтан», «Белнефтехим» и его американского подразделения, производителей шинокрасителей. Эти санкции Вашингтон вёл ещё в 2006 году, после того, как власти США не признали итогов президентских выборов в Беларуси. Санкции действовали до 2015 года. После введения санкций товарооборот между Беларусью и США резко упал и к досанкционному уровню так и не вернулся, говорят эксперты. Повлияет ли возобновление санкций США на экономику Беларуси сейчас? Они повлияют, но повлияют косвенно, потому что целый ряд потенциальных партнёров, которые, в принципе, могли бы даже задумываться в будущем о том, чтобы сотрудничать с беларусскими предприятиями, когда ситуация может нормализоваться, они теперь откинут эту возможность, потому что никто не хочет потенциально иметь проблемы с американским законодательством. Такой сценарий, вероятно, приведёт к тому, что беларусские предприятия будут больше зависеть от российского рынка сбыта, считают эксперты. Вместо того, чтобы укреплять независимость Республики Беларусь и как-то поддерживать вот эту вот независимую экономику, вернее, не мы, а санкции толкают беларусскую экономику ещё теснее в объятия России, что ставит под угрозу экономическую и политическую независимость нашей страны. Возобновление санкций США лишь начало. Кроме этого, по согласованию с ЕС и другими партнёрами будут подготовлены адресные санкции в отношении ключевых фигур режима Лукашенко. Однако эксперты сомневаются в том, что в Брюсселе смогут договориться о принятии действительно эффективных мер. Более жёсткую реакцию, более жёсткий пакет мер против Минска. И хотя будет, как мы прекрасно сейчас понимаем, будет и четвёртый пакет в конце июня, а потом будет и пятый пакет, будет и шестой пакет. Но это будут достаточно выхолощенные меры. И заявление о том, что ЕС рассматривает санкции против калийной индустрии, против той же нефтянки, это пока, я бы сказал, намёки Минску о том, что мы на данный момент, мы теперь ставим вопрос более жёстко, поэтому поумерьте свой пыл. Часть стран ЕС будет против слишком жёстких санкций из опасений, что этим сможет воспользоваться Москва, считают политологи. По их мнению, в ЕС не хотят, чтобы российские войска и военные базы оказались на белорусско-польской границе.